Давайте гостю нашу представим. Немного красоты рано утром, да? Сегодня у нас в гостях певица, композитор и, самое главное, исполнительница одной из женских ролей в фильме «Бумеранг» Валерия Остапова. Валерия, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, привет. Конечно. Антош, помоги Валерии. Да, помогу. Чуть-чуть поближе микрофона. Я пока расскажу, что лучше вам присоединиться к нашей трансляции на сайте, в приложении и в социальных сетях «Русского радио», потому что Валерия действительно красотка. Обычно пишут в пресс-релизах, да, что типа вот, красавица и так далее. И врут, да. А здесь нет, все совпало, красивая, молодая. Спасибо большое. Талантливая или нет, это не нам судить. Нет, не нам судить, потому что мы не эксперты, но судя по тому, что ты уже замечена в таких крупных проектах и тебя приглашают на такие роли, значит, действительно талантливая. Спасибо большое. Пишут, все верно. Итак, фильм «Бумеранг», вот что нас интересует в первую очередь. И, конечно, многие видят вот в этом названии «Бумеранг» и думают, это что, это что-то отсылка к фильму «Бумеранг» 2003 года и ла-ла-ла. И вот мы читаем, Валерия сыграла роль Кристины, любовница Эдика Нагиева в фильме «Бумеранг». Расскажи, пожалуйста. На этом дифирамбы закончились. Расскажи, пожалуйста, нам о фильме, который выходит. С огромным удовольствием поделюсь. Это потрясающая новая картина Петра Буслова, которая затрагивает те темы, о которых не принято говорить. И не каждый осмеливается о них рассказывать и заявлять. Но это как раз та картина, в которой он чертовски, дерзко, ярко и красиво открывает именно такие. И потрясающий состав актеров. Я убеждена, что абсолютно каждый зритель получит массу удовольствия, потому что это история про каждого из нас, про нашу жизнь, нашу страну. И я бы пожелала, наверное, чтобы после этого фильма люди ушли оттуда с ощущением того, что «Бумеранг» возвращается. Это действительно так. Пусть он всегда будет дома. Ну а серьезно, как это можно назвать? Это продолжение. Давайте так. Петр Буслов — это тот человек, который снял «Бумер». Он же снимал «Бумер» фильм второй. И вот сейчас он работает для, ну не совсем таким знакомым для него жанре, как комедия, если я правильно понял. «Бумеранг» — это комедия. Ну а криминальная комедия, черная комедия. И она в стиле режиссера. Такая же дерзкая и такая же исключительная. Ну а там все те же герои, конечно, многих волнует этот вопрос. Там те же самые персонажи будут. Конечно. А, ну все, тогда вопрос. Бэха есть, все на месте. Герои не те же, герои новые, еще более. И интересные, яркие, исключительные. Это, наверное, это схоже только в том, что... В посыле в неком, да? В неком посыле, таком криминальном посыле, да. И просто это Петр Буслов. И это все. Если ты играешь любовницей Эдика, значит, там есть какая-то романтическая линия. По-любому любовь. Значит, там есть Эдика. А кто играет Эдика? Кто? Эдика играет Дмитрий Нагиев. Кто это? Вы целовались? Конечно. Было множество постельных сцен. Вот это да. Ну как же, это же все-таки криминальная комедия. Должно же быть что-то криминальное для армии. Все девушки России сейчас завидуют, и даже я. Для армии его поклонниц. Да. Нет, на самом деле... Завидовать нечего. Эта картина полна разных абсолютно чувств. Давай к Нагиеву. Он нежный. Все, я поняла. Как он? Я тут все напрягаюсь, думаю, сейчас вопрос серьезный пойдет. У нас неделя эфиров людей, которые работали с Димой, понимаешь? Все, я поняла. Значит, Дмитрий Нагиев поистине прекрасный, профессиональнейший человек. Я встала в шоу «Голос», и там он был ведущим. И тут ты встречаешься с ним. Там мне было 14, мы держались за руку. Да, в том-то и дело, и тут ты уже выросла. А теперь, и каково это? Ну, это на самом деле не единственный проект, да, и «Голос», и «Победитель», и другие шоу музыкальные, на которых мы встречались. Ну, там он в роли старшего человека, наставника и так далее, а тут ты с ним в некой ситуации. Жизнь немножко нас просто сталкивала, намекала. Напоминает Набокова. Ну, ладно. Очень тонко намекала, что вот когда-то мы вдруг сойдемся в страстной сцене. Нет, на самом деле, для меня огромное счастье. Это был мой дебют, и он был поистине великолепным, я им горжусь. Потому что он произошел в составе, сразу же в компании таких потрясающих актеров. Победа Геева, коллеги, еще кто перечисляет скорее? Тимофей Трибунцев. Хорошо. Сегодня главный герой. Красавчик. Великолепнейший, и для меня они поистине великие, и я с большим удовольствием впитывала себя каждую минуту. Так же, как и вся съемочная команда. Сергей Козлов, оператор, ну и, конечно же, Петр, спасибо вам большое, что он оказал мне доверие и открыл мне мир кино, и меня миру кино. Да, мы видим, что сейчас открыли твою страницу на Кинопоиске, у тебя одна работа. Это твой такой прям дебют-дебют. Дебют, это был мой первый. Леха, год еще не закончился. Нет, на самом деле, сегодня есть уже еще одна главная роль, но мы рассказываем сегодня о Дмитрии Нагиве, да я помню, поэтому... Да, это был самый первый, первый съемочный день, и он был особенным, я помню его от начала до конца, потому что для меня это все было незнакомым, неизвестным. Мы тебя расспросим, у нас еще час впереди. Диалоги о Дмитрии мы продолжим через пару минут. Друзья, совсем скоро на большие экраны выходит фильм «Бумеранг», режиссер Петр Буслов, человек, который снял «Бумеранг» и не только, и многие другие известные картины, но здесь идет отсыл именно к фильму «Бумер». И сегодня у нас в гостях актриса Валерия Астапова, она сыграла роль в этом фильме. Скажи, пожалуйста, ты, наверное, когда отправлялась к нам на эфир, тебе какие-то назидания были даны рассказать о том... Вообще нет. Нет? То есть, а ты знаешь, когда выходит фильм? Да. Когда? Весной 2020 года. Как-то размывчато. Размывчато, но интригующе. Но ты в ожидании находишься, да? В предвкушении сумасшедшем, как и все мы. А как давно были завершены съемки этого фильма? Съемки закончились несколько месяцев назад. Весной этого года? Нет, у меня они закончились в августе. Да. А я знаю, что они еще продолжались у других, но автопати было не так давно, поэтому сложно. Все размывчато, как вы сказали, да? Понятно. Скажи, пожалуйста, ты наверняка читала весь сценарий, а не только те сцены, которые тебе присылали помощники режиссера. Вот вы не поверите. Серьезно. Но я тот единственный человек, который его не дочитала специально. И я до последнего не рассказывала об этом режиссере. Я знала, кто есть кто. Главное, я понимала свою героиню. Мне была дана свобода, и мы с ней очень здорово подружились. Но однажды я подошла к Петру и сказала, вы знаете, я до сих пор не знаю, чем заканчивается этот фильм. На что он сказал, класс, хоть кто-то будет смотреть на это свежим взглядом. Поэтому я буду вместе со всеми зрителями ждать финала. Но немножечко, конечно, хочется погрузить вас в то, что... Так мы хотим, чтобы ты нас погрузил. Но как ты будешь это делать, если ты не знаешь, чем заканчивается? Нет, нет, нет. Ну как же, а как я вам расскажу финал? Нет, нет, нет. Ты знаешь, когда люди в кино играют... Сценарий я знаю, конечно. И не считают сценарий, да? Ну не считают финальчик или что-то, да? В основном режиссеры, великие режиссеры, типа господина... Сжигают этих людей. Нет, они говорят, что ну как-то вот, ну ты правильно, живенько играет. Потому что нифига не знает, чем закончится. Ну так про что фильм-то, да? Живенько так получается. Я расскажу. До момента, чтобы спойлеры не начались, можно, я думаю, рассказать. Без финала, без финала. Поехали. Как я уже говорила, это криминальная комедия, да. Но это в наше время действие разворачивается или... В наше время. Но я думаю, что это те темы, которые существовали всегда. Просто они слегка видоизменились. Речь будет идти о бизнесмене и таком криминальном авторитете, у которого в определенный момент жизни происходит необычное событие на его машину. Падает суицидник, алкаш. Помж. Человек, который очень сильно отличается от него. Так, смотри, чтобы без спойлеров. И это... Черт, я должен был играть в этом фильме. Меняет ход событий. Ход событий. Да. Этого достаточно или дальше уже будет спойлер? Нет, 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 дальше, дальше. До середины хотя бы. Дальше Эдик, это главный герой, который как раз таки является... Ну, дурук. Фармацептический магнат. Слово какое, да? Вы говорила, молодец. Сама сейчас просто сокируем. С речи все в порядке, да, продолжай. Он, так как вся жизнь всегда была под его контролем и нет того, что не подвластно ему, решает, что этот человек должен с ним расплатиться. Потому что все-таки Бэх, которую вы так ждали, она там есть. Вот. И закручивается, и начинает закручиваться. И вертеться. И вертеться. И до самого конца, которого ты не знаешь. Казалось бы. А у каждого достаточно продать свою хату и все. Но нет, тут как бы на целый фильм растянута. И дальше происходит то, что происходит в жизни каждого человека. Различные трудности, которые помогают им поменяться. Ну да, они называются «Перипетии», которые преодолевают героя. Да. Классно. Именно так. Красавица-спортсменка для комсомолки молодая. Но, видимо, по пионерии скучает. Валерия Астапова «Иннахаус». Слушай, а ты сама фильм «Бумер» смотрела? Да, но мне тогда было 12, мне кажется. Какой-нибудь персонаж тебе запомнился оттуда? Ну там, ты знаешь, вот как в детстве смотришь, думаешь, во, вот этот вот, допустим, Вдовиченков вообще крутой. Ну у тебя было такое к какому-нибудь актеру? Нет, я просто была впечатлена этой первой историей из 90-х, которая была настолько актуальна и впечатляющая. Слушай, ну для тебя ведь это же пустой звук. Ну ты еще девушка, ты очень юная. То есть ты, наверное, вообще не понимаешь, о чем там речь. Понимаю, потому что у всех у нас есть родители, у всех у нас есть какие-то истории. Нет, почему есть? Для нас это была наша жизнь. Мы школу учились тогда, как раз ходили. Мы прекрасно все это помним. То есть все эти наряды и так далее. Поднимали, отжимали. Да, да, да. Тебя вот как юного человека, который действительно, может быть, не помнит, что это такое было, и был такой эпизод в жизни нашей страны, период. Тебя что поразило в этом фильме? Как меня это коснулось. Ну да, да, да. Именно в фильме. Да нет, ну вот ты смотрела, ты смотрела как сказку. Нет, вот. Фильм «Бумеранг». Нет, фильм «Бумер», мы сейчас о нем же говорим. Ты когда смотрела, ты как сказку смотрела, или что, то есть, или как художественный вымысел. Как правду. Ты пересматривала перед тем, как документальный фильм? Я смотрела перед тем, как, да, именно документальный фильм. Да, я, конечно же, наслаждалась домашним арестом, и именно с ним я ознакомилась перед тем, как... Твоя героиня, кстати, один из центральных персонажей, как написано в пресс-релизе, то есть у тебя одна из главных ролей, но вот что ты можешь о ней сказать? Очень много. Давай. Рассказывай. Минута правды. А что же чувствуется, что ты ждала этого вопроса? Ну, конечно, я уже просто здесь все это время. Что не про меня, то не про меня. Наконец-то то, о чем я точно знаю. Да. Кристина – это действительно любовница Нагиева и одна из его женщин. Одна из. Одна из, да. К сожалению или к счастью. Сейчас горечь прозвучала. Знаете, все-таки мы скажем так, что любовница персонажа Нагиева, а то нас могут неправильно понять. Да-да-да, персонажа Нагиева – этика, действительно так. Она на самом деле безмерно импонирует мне тем, что в жизни каждый видит в проявлении человека порой только и чаще, только поверхность. Так, кто-то легкомыслие, кто-то готов ее осуждать, кто-то видит в ней какую-то меркантильность. Но за всем этим скрывается большое глубокое чувство под названием «Любовь». И на съемочной площадке именно в первый съемочный день была одна сцена, когда как раз происходил вот этот ключевой момент, когда она превращалась из бесконечно заигрывающей и пытающейся захватить его чувства от девушки в роковую даму, которая со слезами на глазах бьет грушу и кричит о том, что ей больно и плохо. И именно в этот день режиссер подошел ко мне и сказал «Ты меня удивила». С тех пор я безмерно вдохновлена кино и хочу продолжать это делать. А что говорить о нашем именно первом контакте, как Эдика и Кристина влюблены друг к другу, друг друга. Значит, первый съемочный день, я захожу, для меня все новое, очень много людей. И вот сейчас происходит первая сцена и наше знакомство наших героев, наше взаимодействие. И тут, разыгрывая диалог, я набираю смелость и говорю «Дмитрий Владимирович, а вот я хотела бы разобраться, и почему вот он именно так себя ведет, почему он так с ней разговаривает? Может быть, я неправильно поняла, но вот мне бы хотелось, и может быть, по-другому». После чего Дмитрий смотрит на меня очень милым, добрым, убивающим меня взглядом. Вот, после трех минут монолога мы приступаем к сцене, начинается съемка. И тут, значит, стоп, подходит Петр Викторович и говорит «Зачем ты так делаешь? Все же было круто! Зачем ты это поменял?» И Дмитрий, значит, медленно смотрит на меня, потом переводит взгляд на режиссера и говорит «Понимаете, Петр, наберете тут всяких на кастинге?» Они тут воду потом мутят. Я посмеялась, меня сожгли, потом, ну, все-таки мы выяснили, как делать правильно, да. И тут, значит, да. Мы выяснили, что будет лучшим вариантом. Так мы познакомились с Димой, да? Отлично. Через несколько съемочных дней вновь наша общая сцена, мы вдвоем в кадре. И тут, значит, Дмитрий подходит и говорит «Слушай, сделай вот так, скажи вот так, так будет круче». Я говорю «Да, да, точно». Начинается съемка, стоп, подбегает режиссер. «Лера, блин, так все было здорово, так круто, потрясающе же было! Зачем ты это поменял? Зачем ты это говоришь?» И тут я медленным взглядом смотрю на Дмитрия, а потом на Петра и говорю «Понимаете, Петр, наберете тут всяких на кастинге, а они потом воду мутят». И на самом деле это история о том, что потрясающе работать с большими профессионалами, которые в моменте рождают все не только во благо своего героя и пытаются только проработать его историю. Лешка, дай поговорить ей больше. Ее, походу, вырежут из фильма. Что-то, понимаешь, вот наберут всяких на радио. А надо попробовать себе, что-то. Вот список-то какой? Регалий, певицы, композиторы. Регалий, исполнительцы одной из женских ролей в фильме «Бумеранг». Все, правда? Ну ведь здорово-то. Здорово-то как. А ты участвовала, мы об этом так скользко упомянули в проекте «Голос», а сейчас смотришь, болеешь за кого-то или нет времени на это все? К сожалению, сейчас нет времени на это все, но я искренне желаю всем удачи и выйти оттуда с максимальным опытом и с главной победой над собой. Слушай, а ты вообще следишь за теми, кто участвовал в этом проекте? И вот на твой взгляд, кто достиг какого-то реального успеха после этого проекта? Именно как певец, как певица или может быть как группа? Ну будет странно, если я не скажу, что мы. Нет, на самом деле, конечно, слежу. Победа не главная в этом прекрасном проекте. Главное то, с чем ты пришел и что тебе удалось показать. Не, ну ты мужа нашла нормально все. Я его еще два нашла. То есть ты первый человек, который пошел не в «Давай поженимся», да? А передачу музыкальную и тут наде. Просто не в ту дверь шагнул. Случайно не туда. И сразу там уже и партнеры на будущее, и все в одном месте. Упаковалась, молодец, умничка, умничка. На самом деле, я унесла оттуда огромный опыт. Мне было 18 лет, я была самой младшей участницей. Вот вы видите, да? Везде у меня какой-то дебют. Могла бы годом ранее в «Голос дети» участвовать. Ну да, я уже немножко не доехала. Это не последний твой комплекс. Еще 40 лет и «Голос 60 плюс». Там нормальная тема будет. Не верите, да? Меня совсем не придется. Спасибо. И главная победа – это действительно не финал, не то, когда ты вылетел, а те знакомства, от которых ты обрел. Конечно, замуж вышло. В третий раз, Галь, 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 Галь. Так, подождите, вы замужем? Надо выяснить, почему. У меня все в порядке, просто она радуется за других, это нормально. Я ведь не умею, начнем с этого. Я тут не конкурентка совсем. Абсолютно. Но может точно будет, даже если я не пошла. История любви – это очень красиво всегда. И когда молодая актриса, молодая певица, и когда еще и там все складно и гладко, то это вообще очень все красиво. Вам вообще можно там вдвоем, знаешь, на любовных плакатах. Это прекрасно. Когда ты раскручиваешься, все средства, как говорится, хороши. Действительно так, но мы ничего не выдумываем, мы просто такие, какие есть. Я думаю, это то, чего не хватает людям сейчас. Тем более, смотри, вот про тебя написано. Кастинг директора и агенты между собой называют Валерию «свежий ветер». Да, есть такое. В смысле что? Закройте дверь! Да, как хвозничок, залетаю просто резко. Я думаю, это связано с тем, что действительно во мне есть просто энергия, такая харизма, которая не захламлена, так скажем. Не замылена. Да, знаниями. То есть есть такой момент, когда ты очень много знаешь теории, она начинает тебе мешать. Она начинает немножечко уводить тебя от истинного чувства, которое ждает в тебе, и от доверия к себе. А у тебя природное естество. Нет, это природная смелость, наверное, потому что когда человек, я, кстати, абсолютно согласен здесь с Валерией, потому что когда человек чего-то не знает, у него включается его природа. То есть он не знает, как это делать, и он пытается это сделать как-то по-настоящему. А когда у человека богатейший, может быть, такой теоретический, театральный опыт, он может Станиславского прочитать от корки до корки, но это не значит, что он станет при этом хорошим актером. Я вас люблю. Нет, на самом деле, я ни в коем случае не отрицаю, что нужно учиться и максимально черпать знания, но их сегодня можно черпать уже в процессе, играя роль у потрясающего режиссера Петра Бутова. Самое приятное в тебе, знаешь, вот ты такая живая. Спасибо. Ты такая какая-то искренняя. Спасибо большое. Поэтому мы согласимся. Дай бог тебе оставаться живой долго. Да, мы согласимся с костин-директорами. Спасибо большое. Валерия Остапова у нас сегодня в гостях. Слушай, ну ты действительно тот человек, который точно может сказать, что ты покоряешь Москву. Ну, то есть ты приехала... Self-made. Спасибо. Ты приехала из другого города, ты здесь прошла вот все перипетии, когда ты тут никому не нужна. Абсолютно. Никто тебя не знает, надо пробиваться. Ну, тебя кто-нибудь так подставил, может быть, кому-то... Да. Ну, даже так. Ну, вокзал ограбили. Ага, может, ты там квартиру пыталась арендовать, отдала деньги, а она оказалась занята. Пришла там в цыгане. Ну, вот это вот классика, московская классика, да. Что-то такое случалось с тобой? Я жила в таком городе, где эта страсть окружает тебя каждый день и каждый час. Поэтому я прошла там весь по порядку подготовки и приехала уже просто уверенно шагать и покорять Москву. Город Губкинский. Да. Минус 50 сколько, ты сказала? Минус 58. Минус 58. Вот почему ты хорошо сохранился так. Ну, серьезно. А в Москве тебе тяжело было в первое время или как-то легко и сразу все пошло? Да, безусловно, тяжело, потому что когда ты живешь в городе, где 25 тысяч населения, а здесь... Миллион. А, ну да. Сюда приезжаешь, здесь 15 миллионов. А здесь только в метро. Да. В одном вагоне. В одном вагоне, да. Естественно, ты немножечко, тебе нужно время для того, чтобы сориентироваться. Но как-то я обладала таким здоровым сумасшествием и бросалась сразу же на какие-то большие-большие шаги. То есть я всегда была убеждена, что надо ставить максимально высокую цель, пока ты будешь на нее идти, какой бы недосягаемой она ни казалась, ты уже сделаешь очень много. И с этим правилом я иду по сей день. И сегодня я хочу получать Грэмми, значит, вот так. У нас уже есть... И пока я буду на него идти. Давай ты получишь Грэмми после Воробьева, потому что он напрягается немножко. Да, у нас есть свой конкурент, Алексей Воробьев. А, да? Он каждый раз приходит. Ой, привет, вместе поедем. А, он не хочет вместе, он хочет с вами. А у него уже нет выбора. Друзья, если кто-то сейчас послушал наш фирм, сказал, кто это так уверенно разговаривает? Кто такой? Лера, нижнее подчеркивание, против правил. Вот инстаграмм нашей гости, либо загляните в прямую трансляцию на сайте rusradio.ru. Сегодня у нас в гостях Валерия Остапова, певица, композитор и исполнительца одной из женских ролей в фильме «Бумеранг». Ну, у вас впереди еще премьера. Ты говоришь, там была вечеринка какая-то и так далее. Впереди премьера, вот эти вот самые волнения. То есть, как люди воспримут, как будут потом писать критики, какие отзывы будут и так далее. Мы желаем тебе, чтобы этот фильм стал твоей стартовой площадкой. Спасибо. Я уверена, что по-другому и не будет, потому что действительно в этом фильме играют одни из самых лучших актеров нашей страны. Этот фильм снят лучшим режиссером, моим первым и единственным, неповторимым, Петр Муслов. Его новый фильм «Бумеранг». И я с огромным удовольствием приглашаю абсолютно каждого жителя нашей страны на эту сумасшедшую премьеру, где каждый найдет себя, где каждый получит все эмоции, всю палитру чувств и откроет для себя ту правду, которую не каждый осмеливается открывать. Запомни, дорогая, ты на русском радио. Лови этот момент, ты кайфуй. Ты что, так Нагиев заговорил? Нет, нет, нет. Мы тебе желаем, да, не растерять этого задора, на котором долго, между прочим, проехать нельзя, имей это в виду. Антон Иров, Галикорниев, Алексей Сегаев. У нас в гостях была Валерия Остапова. Пока. Спасибо, пока. С 7 утра по будням утреннее шоу «Русские берцы» на русском радио.